Литовский форпост. Зачем Литва встала на путь милитаризации и что это значит для Беларуси? Литва твердо встала на путь милитаризации. Пока не в таких масштабах, как соседняя Польша, но вектор четко задан. Практически в ежедневном формате Вильнюс рапортует о наращивании военного потенциала. И предпринимаемые литовскими властями меры, от закупки вооружений и развития военной инфраструктуры, до развертывания иностранных контингентов, явно демонстрирует, что на восточном фланге НАТО ускоренными темпами формируется новый форпост. Зачем Литве качать военные мускулы? Сколько Балтийская республика тратит на вооружение? Чем поможет Вильнюса бригада Бундесвера и где проходят красные линии Беларуси? Рассказываем в обзоре Белта. Заветные 3%. К чему стремится Вильнюс? За последние три года военный бюджет Литвы увеличился почти вдвое. Ощутимо выросли затраты на приобретение вооружения и боеприпасов. Значительная доля трат приходится на развитие военной инфраструктуры. В течение двух лет расходы в этом направлении выросли в 20 раз. В мае 2023 года министр обороны Балтийской республики Арвидас Анушауска заявил, что расходы Литвы на военные нужды в течение 10 ближайших лет составят более 20 миллиардов евро. По словам министра, эти деньги пойдут на покупку оружия, обеспечение личного состава армии, а также эксплуатационные расходы. Военный бюджет планируется повышать постепенно. В 2023 году он составил 2,5% ВВП. В 2024 на военные нужды уйдут рекордные ассигнования в размере 2,75% ВВП. А в 2025 планируется поднять планку до 3% ВВП. При этом власти Литвы хотели бы достичь заветных 3% с опережением графика уже в нынешнем году. На этом в частности настаивал президент Балтийской республики Гитонас Науседа, который предлагал правительству брать в долг от имени государства для финансирования обороны. Дополнительные средства необходимы прежде всего для формирования мотопехотной дивизии и проведения реформы системы призыва на срочную армейскую службу. Однако правительство Литвы к идее президента о госзаймах отнеслась скептически. Как отметила премьер-министр страны Ингрида Шимуните, госбюджет 2024 года в условиях медленного роста экономики будет весьма напряженным. Власти ожидают, что доходы составят 16,98 млрд евро, а расходы 20,6 млрд евро. То есть бюджет дефицитный, а значит, возможности увеличить траты на оборону пока нет. Но найдутся ли деньги в следующем году, учитывая, что Еврокомиссия прогнозирует экономический спад в Литве? Судя по последним заявлениям официальных лиц, литовское правительство намерено взыскать необходимые средства внутри страны, не прибегая к кредитным заимствованиям. С этой целью власти анонсировали широкое совещание с представителями политических партий, военных, профсоюзов, предпринимательских кругов, общественных и неправительственных организаций. Одним из вариантов пополнения казны может стать налог на оборону. О том, что власти рассматривают возможность введения подобного налога, заявил Науседа. Говорить о налоге на оборону как реальном факте можно где-то в 2025 году, отмечал литовский президент. В случае, если налог на оборону все же не будет одобрен, правительству придется урезать расходы, направляемые на другие цели. Все счета государства оплачиваются только одним способом – через налоги. Если налоги не изменятся, то придется отказаться от чего-то другого, отдавая приоритет национальной обороне, заявила Шимониты. Ранее литовские власти уже ввели в стране так называемый взнос солидарности на нужды обороны. Данный взнос должны платить коммерческие банки. Литовские банкиры ожидаемо возмутились и даже обратились в Еврокомиссию с просьбой дать оценку ситуации с принудительным взносом. Тем не менее, в течение прошлого года коммерческим банкам все же пришлось перечислить государству в общей сложности около 160 миллионов евро. Примечательно, что, по словам той же Шимониты, защищенность Литвы уже сейчас обеспечена на таком уровне, о котором 10 лет назад и мечтать не приходилось. Несмотря на ухудшение глобальной ситуации в сфере безопасности, Литва за последние 10 лет добилась значительного укрепления обороноспособности, заявила премьер в интервью литовской телерадиокомпании ЛРТ. Но останавливаться на достигнутом власти страны, очевидно, не намерены. Стоит отметить, что для такого маленького государства, как Литва, с населением менее 3 миллионов человек, которое к тому же испытывает экономические трудности, нынешние военные траты весьма впечатляющие. Они, конечно, меньше, чем в Польше, которая в 2023 году направила на военные нужды 3,9% ВВП. Однако необходимо учесть, что сегодня Польша является беспрекословным лидером не только в Европе, но и в НАТО по военным расходам. Для сравнения, такие крупные, куда более богатые европейские государства, как Франция, Германия, Норвегия, Дания или Нидерланды, до сих пор тратят на оборону менее 2% своего ВВП. 2% — лимит, который требует от стран-членов Североатлантический альянс. Так откуда же такой перекос? Чтобы картина стала более ясной, достаточно взглянуть на цифры. Согласно данным Немецкого института экономических исследований ИФО, среди европейских стран НАТО, в 2023 году именно государства так называемого «восточного фланга альянса» вышли на первые позиции по тратам на оборону. В лидерах — Польша, на третьем месте — Эстония, четвертая — делит Литва и Финляндия. Рядом находится и Латвия. Все эти страны в минувшем году расходовали на военные нужды свыше 2% ВВП. И если с этой точки зрения взглянут на карту, то восточная граница НАТО перестает казаться символической линией разделений. Сейчас она вполне напоминает линию фронта, куда с западной стороны постепенно стягиваются военные силы. Всеобщая оборона, Сувалдский коридор и развитие ВПК. Что планирует Литва? Планы милитаризации литовские власти не скрывают. Наоборот, говорят об этом повсеместно и с удовольствием. И, конечно, каждый раз упоминают про угрозы с Востока. Порой доходит до такого абсурда, что приходится своим же давать команду сидеть. Так произошло в ноябре, когда глава литовского МИД Габриэлю Сландсбергис заявил, что Россию в Украине остановить не удается, и она может развязать военные действия против стран НАТО. На это президент Литвы предложил главе МИД просто сесть и успокоиться. «Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы», – подчеркнул Науседа. В том, кто больше русофоб Науседа или Ландсбергис, можно еще поспорить. И попытку осадить главу МИД можно рассматривать в том числе как проявление внутриполитических дрязг среди литовской верхушки. Но это уже другая тема. И все же иронично, что реальные оценки ситуации со стороны официального Вильнюса можно услышать разве что на фоне внутренних разборок. К слову, с предостережениями Ландсбергиса не согласен и министр национальной обороны Анушаускас. По мнению чиновника, в актуальном для Литвы геополитическом пространстве неких драматических изменений не происходит. Однако, если проанализировать хотя бы за последний год действия Литвы в плане наращивания военного потенциала, то создается впечатление, словно Балтийская республика вот-вот ринется в бой. В ноябре Государственный совет обороны утвердил всеобщий план обороны Литвы. «Утверждение плана означает, что теперь у нас есть публичный, простой и всем доступный документ, разъясняющий роль государства и каждого гражданина в случае войны», пояснил на этот счет советник президента Кестусис Будрис. Всеобщий план обороны, по словам Будриса, составлен с той целью, «Чтобы в Литве не было ни одного гражданина, предприятия или организации, которые бы не знали, что они должны делать в случае военных действий». Составляющими плана являются вооруженные силы, система мобилизации и гражданское сопротивление. Так, в документе детально оговаривается роль различных организаций и предпринимательских структур. «Их интеграция в системе обороны государства чрезвычайно важна», заявил в эфире ЛРТ советник президента Томас Гадляускас. К слову, в 2024 году в рамках плана обороны Литва собирается провести масштабные учения по всеобщей мобилизации. Детали предстоящих учений пока не раскрываются. В ноябре Науседа учредил в стране Национальный совет по координации всеобщей обороны, куда вошли представители государственных и муниципальных инстанций, предпринимательских кругов, армии, неправительственных организаций и гражданского общества. По оценке президента, вовлечение в решение вопроса всеобщей обороны общественности позволит обеспечить реальную подготовку к защите государства. В прошлом году власти Литвы также утвердили план по прикрытию границы. План предоставляет дополнительные возможности более гибко реагировать на изменения ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений. Он позволяет избежать дополнительных согласований и автоматически запускать механизм этих мер, заявили в правительстве. Другими словами, данный план позволяет действовать без лишних бюрократических проволочек. Еще один приграничный план, который хочет реализовать Литва, касается Сувалтского коридора. Речь об участке польско-литовской границы, который с одной стороны примыкает к Беларуси, Гродненская область, а с другой – к Ленинградской области Российской Федерации. По словам Ландсбергиса, Литва и Польша должны разработать и принять совместный план обороны Сувалтского коридора. С учетом стратегического партнерства наших стран, мы вместе должны разработать план обороны Сувалтского коридора с первой секундой, заявил дипломат в декабре. По мнению министра, ответственность за уязвимость этого участка, Вильнюс и Варшава, должны разделить поровну. Северную часть коридора могла бы защищать Литва, южную – Польша, отметил Ландсбергис. В военной сфере литовские власти традиционно полагаются на своих американских союзников. В октябре Вильнюс и Вашингтон подписали соглашение об обеспечении безопасности поставок военных товаров и услуг. США являются для нас одним из основных партнеров по приобретению вооружения. Подписанное соглашение позволит Литве оставаться для американского правительства в приоритетном положении при решении вопросов продажи оружия и военного оборудования, сообщила замминистра обороны Литвы Грета Тучкуте. «Таким образом, Вильнюс получил от Вашингтона подтверждение того, что в случае критической ситуации потребности вооружения Литвы будут оперативно удовлетворяться. Мы получили от американской стороны четкие подтверждения того, что США понимают нашу ситуацию в сфере безопасности и готовы быстро поставлять нужное вооружение», – сказала замминистра. В декабре Вильнюс и Варшава подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере до 2028 года. Документ определяет основные направления сотрудничества, на которых Министерства обороны двух стран будут сосредоточены в ближайшие годы. Например, усиление мер так называемого сдерживания в Балтийском регионе, обеспечение военного присутствия в США в регионе, поддержка США в укреплении и развитии обороноспособности Литвы, закупка Литвой американского военного оборудования, сотрудничество в оборонной промышленности, проведение совместных учений и тренировок. Литва и США являются союзниками, которые одинаково оценивают угрозы международной безопасности и тесно взаимодействуют по части усиления мер сдерживания в регионе, заявил директор по обороне и политике Минобороны Литвы Вайдата Сурбялис. Он также отметил, что Вильнюс и Вашингтон наращивают военное сотрудничество. Он напомнил, что в литовском Побраде на основе непрерывной ротации находится батальон армии США. В его составе находятся более 500 военнослужащих, танки М1А2 «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», бронетранспортеры М1068А3 и другая техника. Согласно действующему плану, размещение подразделения расписано до конца 2025 года. Однако одного американского батальона Вильнюса недостаточно. В прошлом месяце главы военных ведомств Литвы и Германии утвердили план по размещению на литовской территории бригады Бундесвера. Немецкая бригада в полном составе будет размещена к 2027 году. В ее состав войдут 4800 военных и 200 человек персонала. В Вильнюсе данное решение назвали историческим. Приверженность Германии, постоянному присутствию своей бригады в Литве, является историческим решением как для Литвы, так и для Германии. «Мы переворачиваем страницу еще более глубокого стратегического партнерства. Немецкая бригада значительно увеличит наш оборонительный потенциал и усилит сдерживание и коллективную оборону НАТО. В подписанном сегодня плане действий подробно описывается, как мы будем его реализовывать совместно с Германией», – заявил Анушаускас. Однако оборонительный потенциал Литва отныне планирует развивать не только за счет союзников. В декабре министр экономики и инноваций Литвы Аушрины Арманайте сообщила о разработке законопроекта об оборонной промышленности, который создаст благоприятные возможности для роста предприятий этой сферы. «Как известно, боевая техника в Литве не производится. Все необходимые средства военного назначения закупились за рубежом. Следует значительно больше внимания уделять развитию собственных производственных ресурсов военной промышленности», – заявила министр. Некоторые меры в этом плане уже предпринимаются. Так, в октябре в литовском военном городе Рукла открылась крупнейшая в странах Балтии площадка для производства и ремонта БМП. На объекте стоимостью 12 миллионов евро созданы площадки для обслуживания 22 транспортных средств, в том числе 8 многоцелевых бронемашин «Вилкос». ЗРК, беспилотники и радары. Какие вооружения закупают для литовской армии? И все же, учитывая аппетиты Вильнюса, осуществить импортозамещение в военные отрасли литовским властям не под силу. Поэтому страна активно заключает контракты на закупку вооружений и военной техники у третьих стран. Главным поставщиком для Литвы, а заодно и главным выгодополучателем, является американский военно-промышленный комплекс. На сегодняшний день реализуется около 60 проектов по закупке Литвой американского вооружения, в том числе бронированных вездеходов JLTV, противотанковых систем Javelin и реактивных систем залпового огня «Хаймарс». К слову, Вильнюс выложит за американский «Хаймарс» более 450 миллионов евро. Для Литвы это крупнейший армейский контракт. Всего страна получит 8 систем залпового огня. В комплексе с «Хаймарс» будут поставлены боеприпасы, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Поставки начнутся в 2025 году. Доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина в беседе с известиями отметила, что американский ВПК как никогда заинтересован в продаже «Хаймарс», слава которых заметно померкла после их применения в Украине. Однако, к счастью для США, у них есть такие верные государства-вассалы, как Литва, которые не только купят американское оружие, но и рассыплются в похвалах. Американский ВПК заинтересован в том, чтобы подсадить на свою иглу как можно больше стран НАТО. Ведь, покупая в США оружие, эти государства обрекают себя на долговременные клиентские отношения. Потом нужно приобретать у американцев боеприпасы, обращаться к услугам американских специалистов для ремонта купленной техники, говорит Еремина. В октябре Минобороны Литвы сообщило, что Вильнюс закупит у США 36 ракет средней дальности типа AIM-128 «Амрам». Данные ракеты предназначены для приобретенных ранее систем ЗРК «Насамс». Кроме того, американские власти объявили о планах продажи Литве 3000 управляемых ракет класса «Воздух-Земля» универсального применения «JAGM». Общая сумма по двум контрактам составляет около 200 миллионов евро. Вильнюс также договорился о поставках из США боевых беспилотников Switchblade 600. Летательные аппараты поступят в Литву уже в этом году. «Мы станем первой после самих США страной, на вооружении армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокацией подразделений», прокомментировал поставки глава Минобороны Литвы. Данный тип беспилотников характеризуется особо точной оптикой и эффективными боеголовками для борьбы с танками. Летательные аппараты могут находиться в воздухе до 40 минут. Радиус поражения цели составляет 40 километров от места запуска дрона. Вместе с беспилотными аппаратами Литва получит оборудование по запуску и управление ими, поддерживающее технические пакеты и симуляторы для обучения персонала. Стоимость контракта составляет порядка 45 миллионов евро. По словам замминистра обороны Литвы Жилвина Сатомкуса, Балтийская республика намерена ежегодно выделять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 миллионов евро. Беспилотные летательные аппараты сами по себе не являются спасительным в войне средством. Они интегрируются системами маневренных подразделений, артиллерии, противовоздушной обороны, что упрощает выполнение тактических задач. Нашей целью является расширение арсенала, который составляют разведывательные и боевые аппараты от тактического до операционного уровня, отметил Томкус. Литва также заключила межправительственное соглашение на закупку в США четырех боевых вертолетов UH-60М Black Hawk на 181 миллион евро. Две первые боевые машины должны прибыть в Литву в 2024 году. При этом закуплены не только вертолеты, но и запчасти к ним, а также программы для подготовки пилотов и техников. Кроме того, Литва заинтересована в закупках американских легких многоцелевых вертолетов Little Bird, которые, по словам литовских военных, способны на порядок увеличить мобильность подразделений. Как известно, Литва не располагает собственной авиацией, поэтому контроль в воздушном пространстве страны осуществляют союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран-членов Альянса базируются на литовской авиабазе «Зокни». В 2024 году начнутся поставки в Литву американских внедорожников компании «Ошкаш Дефенс». Поставки будут осуществляться в рамках контракта, подписанного в 2022 году. У Нидерландов Литва закупит многофункциональные радарные системы артиллерийской наводки Tails GM-200, которые призваны усилить возможности литовской артиллерии. Контракт рассчитан на срок до 2026 года. Его стоимость составляет 126,7 миллиона евро. В этом месяце Минобороны Балтийской Республики сообщила, что в Литву прибыла первая партия 120-мм минометов от испанского производителя вооружений Expel Systems. Стоимость контракта составляет около 10 миллионов евро. Мобильные и универсальные минометные системы усилят мощь огневой поддержки пехотных подразделений и артиллерии при выполнении тактических задач, сообщили ведомстве. Вильнюс также заключил контракт на закупку норвежских ЗРК «Насамс» на сумму 200 миллионов евро. В связи с этим Минобороны Литвы заявила, что Балтийская Республика начинает второй этап укрепления своей ПВО. На ряду с приобретением военной техники Литва активно закупает боеприпасы. На создание необходимых запасов в течение ближайших 10 лет из бюджета страны будет выделено более 3 миллиардов евро. По данным Минобороны за последние три года ассигнование на приобретение боеприпасов увеличилось втрое. На очереди танки. Зачем Литве мотопехотная дивизия? В октябре правительство Литвы одобрило план Минобороны по развертыванию в стране мотопехотной дивизии с танковым батальоном. Развертывание дивизии, интегрированной в региональные оборонные планы НАТО, обеспечит эффективность управления на уровне НАТО войсковыми подразделениями и станет идеальной платформой для совместных действий с размещенными в Литве силами союзников, говорилось в сообщении правительства. Стоит отметить, что на данный момент самой крупной войсковой единицей вооруженных сил Литвы является бригада. Полномасштабное развертывание дивизии до операционного уровня ожидается к 2030 году. На эти цели будет направлено около 4,5 миллиардов евро. По словам главы Минобороны, литовская дивизия может насчитывать около 17,5 тысяч человек. Комментируя планы Вильнюса, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не настаивает на том, чтобы Литва сформировала собственную дивизию. У НАТО нет строгого требования к Литве развернуть дивизию, но это было бы хорошо, отметил адмирал. В состав мотопехотной дивизии планируется включить танковый батальон. Однако сегодня у Литвы танков нет. Это ставит вопросы необходимости закупки данной бронетехники. Летом глава Минобороны Анашауска сообщил, что Вильнюс уже приступил к первым конкретным шагам по приобретению танков, которые планируют включить в состав формируемой мотопехотной дивизии. Сколько танков готово закупить Литва и у каких производителей, пока официально не сообщается. Известно, что литовские власти консультировались по поводу приобретения 40 немецких танков «Леопард». По оценке директора Ассоциации оборонной промышленности Литвы Вайдаса Сабаляускаса, Вильнюс может приобрести около 50 машин. Однако, по его словам, из-за высокого спроса на танки, поставки могут осуществиться не ранее, чем через пять лет. Сделка или кабала? Чего будет стоить литовцам бригада Бундесвера? Танковый батальон готовится перебросить в Литву и Германию. Как говорилось выше, обороны ведомства двух стран утвердили в декабре детальный план работ по размещению в Литве бригады Вооруженных сил Германии Бундесвера. В рамках данного плана в Литву будут переброшены 203-й танковый батальон из земли Северный Рейн Вестфали и 122-й мотопехотный батальон из Баварии. В состав бригады также войдет расквартированный в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, который будет переформирован в многонациональный батальон. Всего в состав бригады Бундесвера будет входить 5000 человек, включая персонал. Межправительственное соглашение дислокации бригады планируется подписать во второй половине 2024 года. При этом ожидается, что немецкая бригада будет размещена к 2027 году. Стоит отметить, что Германия до сих пор не направляла в зарубежные страны столько военнослужащих, сколько запланировано перебросить в Литву в составе бригады Бундесвера. На это обратил внимание и министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, для Германии это будет новым шагом. Тем временем в Литве уже подсчитывают суммы, необходимые для создания военной и гражданской инфраструктуры под немецкую бригаду. Немецкие военные будут служить в Рудненкае и Рукле. При этом часть из них будет проживать в Виллюсе и Каунасе. Дополнительно будут созданы логистические пункты в других частях Литвы. Бундесвер никогда раньше не размещал на постоянной основе вне границ ФРГ столько военных. Но ведь и никогда не требовал от принимающей стороны столь полного обеспечения, как от Литвы. За оставшееся до 2027 года время потребуется обновить или создать с нуля как военную, так и гражданскую инфраструктуру с учетом требований, высказанных Германией, отмечает издание Балт Ньюз. Запросы прозвучали нешуточные. Отдельные закрытые городки или немецкие кварталы для компактного размещения одиноких и семейных, но не менее чем по 30 квадратов на человека. Обязательные условия немецкие магазины с привычным набором товаров, рестораны, кафе, спа-центры, медицинские учреждения, спортивные комплексы, одна или две зарубежные школы Бундесвера, детские сады для немецкоязычных детей. Логистика обсуждается отдельным вопросом. Например, немецкая страна требует большего количества авиарейсов в Германию и современного местного общественного пассажирского транспорта между Вильнюсом и Руднинкаем, а также Кауносом и Руклой. По выдвинутым стандартам в Литве даже миллионеры не везде живут, а не ропщат, что унтер-офицер Бундесвера будет жить респектабельнее и на полном обеспечении за счет литовского государства. Можно сказать, Берлин стремится создать в Литве не гарнизон и дислокации боевого соединения, а курорт, куда по принципу ротации будут пребывать на отдых, уставшие от Европы. При этом Германия все получит даром, таковы условия кабалы, то есть сделки, пишет Балт Ньюс. Работы по строительству инфраструктуры, конечно, потребуют финансовых ресурсов. Поскольку объем работ немного расширился по сравнению с первоначальными планами, нам обязательно нужно будет подумать о дополнительном финансировании и устойчивых источниках, сообщила прессе литовский премьер Шимоните. В способности Вильнюса создать условия для размещения бригады Бундесвера усомнились и немецкие СМИ. Так, издание Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальную переписку посольства Германии в Вильнюсе с федеральным правительством, сообщило, что немецкий контингент в Литве – это серьезная финансовая проблема для литовских властей. По данным издания, Вильнюс в настоящее время вкладывает немалые средства в совершенствование собственных войск. А теперь Литве придется изыскать средства для финансирования проектов, связанных с размещением немецкой бригады. Здесь стоит отметить, что в Литве уже реализуется несколько крупных проектов по созданию военной инфраструктуры. Один из них реализуется в Побраде. Местный полигон планируется сделать одним из самых современных в странах Балтии. В течение двух лет здесь будет развернута инфраструктура для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности. К будущему лагерю прокладываются дороги, инженерные сети, строятся казармы. Появятся также ремонтно-технические мастерские, площадка для посадки вертолетов. Стоимость проекта составляет 150 миллионов евро. Финансирование примерно поровну осуществляется с бюджета Литвы и за счет средств НАТО. Еще один проект реализуется в Рукле. Здесь будет создана инфраструктура для размещения около 3000 военнослужащих Литвы и союзников по НАТО. Строительство базы намечено на 2025-2027 годы. Стоимость работ составит около 300 миллионов евро. Сначала студенты, а девушки потом. Зачем Литве реформа армейского призыва? Наряду с техническим оснащением армии литовские власти ставят задачу по увеличению численности вооруженных сил. С этой целью Вильнюс готовится провести реформу армейского призыва. В частности, планируется отменить отстрочки для студентов. Теперь их собираются призывать на общих основаниях. Предполагается, что молодые люди начнут службу после окончания школы. Литва возобновила срочную службу в армии в 2015 году. Однако на сегодняшний день из-за недостатка инфраструктуры вооруженные силы не могут принять всех лиц призывного возраста. Поэтому в армию призываются лишь те, кого определяет компьютерная программа по принципу лотереи. В 2023 году таким образом были призваны 3800 человек. В середине декабря правительство Литвы одобрило предложенное Министерством обороны изменения, который формирует правовые предпосылки для введения всеобщей воинской повинности среди мужчин. По словам Анашаускаса, если число призывников достигнет 5000 в год, имеющихся ресурсов армии будет достаточно для их обучения, и это не потребует большого дополнительного финансирования. Однако увеличение численности солдат и введение всеобщей воинской повинности потребует создания новых воинских частей. По словам Анашаускаса, для призыва на военную службу в год до 7000 молодых людей необходимо создать 4 дополнительных батальона. Для этого должно быть выделено около 500 миллионов евро. Еще одна горячая тема в Литве – возможный призыв в армию женщин. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Однако в этом случае власти признают, что обсуждение данного вопроса проходит неоднозначно. Для многих решение о службе в армии женщин было бы культурным переломом в сознании, заявила Шамонита. Стоит отметить, что в Литве воинская служба не пользуется особой популярностью. Когда в 2015 году возобновили армейский призыв, молодые литовцы начали уезжать из страны. Вот что по этому поводу в 2016 году говорил бывший в то время премьером Литвы Альгердас Буткявичус. «Число эмигрирующих сильно увеличилось, особенно в апреле и в другие месяцы, когда начался призыв в армию Литвы. Я считаю, что это очень сильно повлияло на молодежь. Некоторые все же, видимо, так решили и подумали, что определенный период времени лучше поработать за рубежом», – сказал премьер. Следует учитывать, что Литва уже давно испытывает демографический кризис. В течение 30 последних лет своей новейшей истории это небольшое государство уже лишилось миллиона человек. Поэтому потенциальный ресурс, имеющийся в распоряжении Литовского министерства обороны, достаточно ограничен. Обращает внимание политолог Максим Ревов в беседе с известиями. Тем не менее, литовские власти стараются обучить побольше людей в военной службе. Держать автомат в руках и стрелять из него человека можно научить даже в течение полугода. То, что сейчас мы наблюдаем, ничто иное, как подготовка к тотальной мобилизации в Литве. Само по себе литовское войско, 44 тысячи регулярного состава, 17 тысяч занятых в парамилитарных организациях и 90 тысяч, во всяком случае, на бумаге резервистов, представляют собой довольно внушительную цифру для маленькой страны. Вильнюс совершенно намеренно создает в стране атмосферу осажденного лагеря, и это чревато серьезными рисками, полагает Рева. Мелкие лимитрофы выходят из-под контроля. Что говорят эксперты? Протяженность государственной границы между Белоруссией и Литвой составляет около 700 километров. И происходящее на этой границе действительно тревожит. «Мы видим, как на восточный фланг НАТО постоянно стягиваются войска и военная техника. В непосредственной близости от нашей границы проводятся военные маневры. Осуществляются открытые провокации. И это уже не просто демонстрация силы, а интенсивные военные приготовления». В чем опасности провокаций со стороны Польши и стран Балтии, рассказала доктор политических наук профессор МГИМО Елена Пономарева. «Лидеры наших государств, представители силовых структур, сенаторы и депутаты обращали внимание на то, что милитаризация и агрессивная риторика со стороны и прибалтийских лидеров, и польских ведет к деструкции любых форм диалога. Это также серьезным образом обостряет ситуацию», — сказала Пономарева в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта. Политолог обратила внимание, что страны Балтии и Польша, которые являются сателлитами и членами НАТО, параллельно пытаются решать свои национальные задачи. «Вот что опасно. Такие мелкие лимитрофы выходят из-под контроля и вдруг пытаются решать свои проблемы за счет провокаций. Это может очень серьезно повлиять на региональную ситуацию», — добавила эксперт. По ее мнению, эти государства являются классическими провокаторами, которые занимались подобными вещами на протяжении всей истории. «Здесь нужно быть готовыми к разного рода ситуациям и держать это на острие пера», — убеждена Пономарева. Российский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев считает, что Запад может попытаться открыть новый фронт против России и Беларуси после того, как украинский фронт окончательно себя исчерпает. «Я думаю, что обострение в Северном Причерноморье, зоне Приднестровья и Молдовы следует ждать в ближайшие месяцы». Кроме того, вопреки некоторым политическим процессам, которые происходят в Польше, смена правительства после парламентских выборов, могут поджечь польско-прибалтийскую территорию. «Да, через Польшу пока не получилось, но ключевое здесь — это страшное русское слово «пока», — сказал Евстафьев. По мнению политолога, для Запада будет гораздо проще создать обострение именно в странах Балтии. Можно посмотреть, как прибалтийское безумие постепенно становится все более опасным. Потом на это можно наложить политическое безумие. Фактически легализацию этнических чисток в Прибалтике, наращивание военного потенциала, в том числе немецкого. Наращивание американского военного присутствия в Прибалтике притормозилось, а немецкое-то растет, подчеркнул он. Евстафьев добавил, что Запад, тем не менее, какое-то время будет сохранять и украинский фронт. В их интересах заморозить его так, чтобы на замороженном участке была возможность восстановить потенциал ВСУ. Но я думаю, что они уже всерьез раздумывают о других фронтах, заключил политолог. Военный эксперт Игорь Чибисов поделился мнением, каким у Беларуси и России может быть ответ на диктаторство Запада. А также прокомментировал, чем является для Польши и стран Балтии размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь. Запад, вся политика Соединенных Штатов, англосаксов и коллективного Запада идет с позицией силы. Они навязывают после распада Советского Союза, взяли роль диктатора, диктуют свои условия всем остальным странам мира. Но для нас, то есть для России, для Беларуси, я бы сказал по-народному. Против лома нет приема, окромя другого лома. Что мы можем делать? То, чем и занимается руководство нашей страны, наш президент, а также в России увеличение боевой мощности наших вооруженных сил. Но мы, в отличие от Запада, как это делают поляки, они идут за счет увеличения количества. У нас, я считаю, очень правильно было давно принято решение нашим главой государства, руководством нашей страны, что мы идем не по пути количества, а по пути улучшения качества наших вооруженных сил, обучения нашего личного состава, сказал Чибисов. Военный эксперт также коснулся вопроса возвращения тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Это как раз является тем сдерживающим фактором, в первую очередь, для стран Польши и Прибалтики. Потому что Великобритания и Америка далеко, они поэтому спокойны. Они даже не отреагировали. Они за своими двумя океанами живут спокойно, зная, что радиус тактического действия «Искандер» 500 километров. То же самое у наших самолетов Су, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Это является сдерживающим фактором. И в ближайшее время это повлияет на горячие, так сказать, головы западных ястребов, заключил Чибисов. Мы не будем рисовать красных линий. Чем Беларусь готова ответить на угрозы? О том, что Беларусь готова ответить на угрозы быстро и решительно, не раз предупреждал глава государства Александр Лукашенко. Президент требует от белорусских военных постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить, признаки непосредственной подготовки к агрессии против нашей страны. 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости Лукашенко выступил с решительным заявлением, предостерегая Запад. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем. «Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», подчеркнул глава государства. «Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозорскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный, просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть, я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил полонезы, ракетное производство и прочее? Вы полностью находитесь под ударом этих ракет, и я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно». Вместе с тем глава государства обратил внимание, что его заявление – это не брецание оружием. «Это мои полномочия, это мои функции как президента – защищать свою землю. И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никакие сувалдские коридоры пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не трогаем», – предупредил Лукашенко. Сегодня наши западные соседи, подстрекаемые США, активно работают на обострение обстановки. «Мы держимся, понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война», – отмечает по этому поводу Лукашенко. В то же время белорусский лидер обращает внимание, что Беларусь не наращивает силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. «Но обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость», – подчеркнул глава государства. «Президент не сомневается, отношения с нашими соседями, прежде всего Литвой и Польшей, в будущем будут восстановлены. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша, они никуда не денутся. Основной принцип – соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают», – сказал Лукашенко. «Бывают разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена». В сентябре, выступая на патриотическом форуме «Мой белорусы», посвященном Дню Народного Единства, Лукашенко обратился к народам соседних стран – полякам, литовцам, латышам. «Знайте, мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан, как это было всегда в истории», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусам чужого не надо. «При этом, помните, я обращаюсь к народам соседних государств. В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых линий. Она есть, эта линия – государственная граница. И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски, как это было в лучшие времена нашей истории», – призвал белорусский лидер.